Всем привет на вам в 146 стриме Кстати у меня немножко сбилась нумерация Но сейчас вот это уже правильно Ну не важно Мы продолжаем проходить игру The Talos Principle Что же третий подход Привет Торыч Привет Пророк Надо только сейчас Вам сказать как по звуку Потому что Ну Возможно он немножко Будет там в игре громче или тише Ну в общем скажите Так все там отображается Ок Не знаю понравилась мне эта игра Пророк не знаю еще раз спасибо На каждом странице я буду по Talos И говорить спасибо просто ну реально То есть не только за ну сам Как бы то что подарок да А то что вообще как бы рассказал про эту игру Потому что ну мне действительно нравится Я не знал про нее Что то загрузка долгая Какая то Комп не тянет вообще Ну Тор потому что ты мне рассказал про игру Bosch Почему я тебя не должен проклинать Ааа пека пека Ааа пека пека Ааа пека пека Аа пека пека Еще говорят типа Ну я то в начале не знал же что это за игра вообще да Ну думаю типа ну ладно раз вроде говоря там хардкор да Ну начну значит с самой легкой уронизленности Ну то есть там езэ да А Тор говорит типа ну такой Найти фэспам как обычно присылает Типа да какой езэ давай Total Average Ну я такой ну ладно раз Тор то плохого не посоветует И в итоге Total Average выбрал Что то долго загружается я не понимаю Не должно так долго загружаться Что то бред какой то Ну ладно загрузилось Так пятое у нас да Что мы тут кое что собрали Так у меня там в бейсе красным немножко моргнуло Короче если буду дропы скажите Просто я поставил битрейт Видео 3200 Ну естественно переменной да А аудио ну как обычно там 256 И что бы не кубило Вот если будут дропы из-за кибергейма Ну тогда скажите Будем что то решать Давным давно я создал эти земли согласно предназначению скрытых слов Таким образом у всех вещей появился смысл там где раньше был только хаос Знай это и верь И так я уже вижу что пошли дропы Блин ну Что ну значит тогда Делаю битрейт Сколько Ну давайте 2800 поставлю Сейчас Так Ну посмотрим Тут 2 звездочки А что у нас терминал да моргает Входящая передача получена по аварийному каналу Показать передачу? Конечно Снова здравствуй похоже ты все еще испытываешь проблему Ты выполнил стандартные процедуры устранения неполадок Удалить учетную запись пользователя О Да удалить учетную запись пользователя Я хочу заново там составить Создать новую учетную запись администратора Да Да Вот теперь мы заново сможем пройти те вопросы Так Так А это кстати мы по-моему читали да? Да 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 Мы это читали уже Ну щас Ее распроверим Да 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 Это все это читали Ладно Так Ну пойдемте Изичную зелененькую соберем Собственно Чем больше я общаюсь с этими терминалами Тем чаще я задаю себе вопрос Какую роль они играют в этом хитроумном изобретении Как ответить где друг а где враг Если между ними нет четкой границы Шип версия 6910278 Дело для двух кубов Ага два куба Как он называется? Гексайдер? Почему гексайдер то? А все правильно 6 сторон Так Кнопочка Ох ты что тут понаписали то? Мощное устройство созданное творцом Что такое гексайдер? Я уже ответил на такой вот Самурит Куб Аааа Это переписка Края с кошетой Поэтому декайдер Вы забыли про вершины С вершинами это скорее супер декайдер Но с выпуклой оболочкой это декайдер Тема закрыта Always right Неправильно Док Неправильно Так А кубик тут был для чего? Второй Непонятно Что там Блин Ну по моему примерно так Да? Для чего сделали вот это вот Первый куб который ставится на кнопку Ну то есть это же вообще не головоломка Да? Странно То есть просто как бы берешь куб и ставишь Ну и зачем? Он же больше похоже ни для чего тут не будет использоваться Или будет? Непонятно Или так не проскочить? Можно Непонятно А можно Ничего себе Сюда надо его притащить? Что за фигня? Стоп, а как? Стоп, а как? Стоп, а как-то жестко Ну да, игра головоломочка Но у меня с внимательностью бывает туговато, так что Иногда могу и застревать на каких-то даже легких местах Ну ясно, ну проверил на всякий случай Не, ну один кубик по-любому тут остается Но не вижу ни одного способа его протащить Блин, дропы все равно идут, ну что ж такое-то Еще раз все меньше битрейт Две пятьсот поставил А, ну, я кажется понял О, ну смотри, какие-то надписи есть Эпитафия, здесь прекращена работа Чилд программ версия 8.1.8.5.4.5 Поднеймапис Причина, ошибка произвольного теста памяти Окончательный дам памяти Я стараюсь, снова, снова, я не могу понять Меня одного недостаточно Дочерней программы Ошибка Ой Ошибка 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 а тут внезапно заделал я же вообще не шевелился так вот я не понимаю почему творец решил оставить такие изъяны в этом мире кажется будто он был почти разрушен но я должен верить но я должен верить что здесь есть замысел который пока не могу понять так ну лестница это назад а там что то еще было может быть звездочка если творец есть совершенство и он создал меня с какой-то целью то я должен быть пригодным для этой цели из-за этого следует что моей целью не должен быть поиск и хранение всех сигилов в его обители либо есть много таких найти которые мне не подвластно звездочка и что мне нужно как-то эту комнату использовать не думаю потому что я же не могу сюда даже ни одного кубика протащить или что-то в этом роде так так ну пойдем красную так добрать как раз таки там походу звездочку дружеская перестрелка о ни хрена себе там так где активаторы так где активаторы здесь достойные могут обратиться за советом к моим благоверным посланникам но их мудрость не дается легко ибо свершить деяние должен ты сам ага кубик то есть нам нужно каким-то образом фредди фаером сделать это звездочка а стоп я же могу вот это деактивировать а это мне не достанет а стоп она под себя может стрелять или я просто неловко это делал или я просто неловко это сделал а А, ну все, мне нужно взять Кубик, и тогда бомбочка доедет До турели, а они Круга самого уничтожат Это понятно Ну, как это сделать, вопрос С одним Деактиватором Выкидываем Даже бегом Все равно Ну, ладно, давайте спросим, что-то говорят Я знаю, как это работает У тебя есть ответы, они нужны мне Давай договоримся Сначала нужно пробудить посланника Ну, пробуждай Давайте туда сходим Кто это у рельки, посмотрим, что там Может, там что-то еще есть Я думал, что она уничтожит За ту рель Ну, как получается же Под перекрестным огнем она находится А, ну нет Я просто думал, может, это сюжетная А не подсказки То есть, как бы, я их читаю Только из-за того, что это, как бы, часть игры Аааа Ааааааа... Дааа... минус 2 а зачем это активировал пред ТРК и эта кнопочка типа не откроет эту дверь а, так это же не звездочка, это же... это что? я думаю, что я усмотрел какую-то закономерность сидел, у каждого цвета своя определенная цель Элохим Элохим заставляет нас собирать их все, но может быть он перебарщивает? вообще-то он не заставлял все собирать он же сказал, что ну, типа не обязательно все собирать по крайней мере сейчас на ИУТ или нет? Элохим пред ТРК или я уже говорил неважно А-а... а че такая изи звездочка я не понял странно да? А ко второй я даже не вижу входа Привет, Ксипи Давай тогда, раз уж пришел, рассказывай Что за прикол с моржом Я не понял Что это за какой-то флешмоб В лице одного человека Так, ладно Ну будем искать Не сейчас, так потом Я в начале думаю все-таки пройти Как бы все, что проходится легкое А потом будем гоняться за звездочками Не, я понимаю, что я тут был Я просто думал Как ту звездочку-то хотя бы увидеть Я не говорю взять, хотя бы увидеть Ну в смысле вот Ну за забором-то понятно Так, еще раз нужно пространственное воображение развивать Вот она там Вот она там Она за вот этим высоким зданием Вот там, с той стороны А, это не здание, это, ну короче Ну блин, она тут Так это она и есть Так это же она и есть Эта звездочка Или нет Или нет Или она вон там где-то А, ну в принципе Ну да, я могу просто пройти второй раз ту камеру И сейчас увидишь, что она не взята Да Ну на легкой А, к Сиппи говорю Давай тогда, раз уж пришел Рассказывай, что за прикол с Моржом Что такое за флешмоб В лице тебя одного Что, жид был Морж? А, жил Блин, это не серьезно Странно, что же там делают А, можно кубик забрать Но мы все равно не можем сюда перепрыгнуть Так И куда это ведет дверь Блин, надо разглядеть получше Ну короче, это прям на торце этой стены Там какой-то вход, что ли Потому что тут, по-моему, там просто стены Хотя так непонятно, конечно Блин, мне интересно, имеет ли какое-то значение, что мы этот кубик можем перетаскивать А, вот, там еще красная нужна Ну это офигеть Лол, мне показался, или там еще турель А, ну там какой-то провод просто идет Ну вход где-то, где-то там Вот, короче, вот с той стороны слева вход Но кубик нам тут никак не поможет То есть это, видимо, просто чтобы рассмотреть, что ли, мы тут поставили А, кстати, я мог не прыгать, а вот так А, нет, он так сам перелазит А, понял Понял, ксюльку А, привет, шокую шалман Как там твоя XP Так, вот там, вот, короче, вот эта штука Тут же нет никакого входа Может какая-то прозрачная стена Может, у меня сломаешь стену? Не сомневайся в себе Ты уже преодолел это испытание Это-то да О, не, ну ксипи, ну это Ну это пипец Блин, тут все хоть сбросилось Да, кстати, ну точно Надо в этот-то посходить В там, где красное есть А красное где, здесь было? Нет, тут, нет, тут только синее, да? Да Я просто забыл, какие тут комнаты Ждавно не играл достаточно Ну вот красное тут есть Так, посмотрим Так, посмотрим, это единственная комната с красным Или не единственная? А, не единственная А, вот это самовероятная Потому что она прям на дверь нацелена Стоп, а где у нас тут есть эти коннекторы-то? Как их там называют-то? А, ну да, коннектор Раз, цель И поставили Теперь у нас есть, грубо говоря, вот тут Красное Что за прохладу несет этот субъект? А, ты про ксипи, но Тестит стримеров По своим принципам Так, это что? А, ну это я читал, кстати Так, ну тут нет коннектора А где он есть? Отсюда, по-моему, его не видно, да? Дерево, к минимуму, мешает А, так это тут и не коннектор Стоп, ну у нас же Блин, непонятно Давай сперва объяснить, что ли Боюсь, что более конкретно Предварительно, давайте Так-то Могу спределить несколько шаблонов А, ну ладно, я тоже думаю Не стоит заворачиваться Насчет вот этих Пока что Просто собрать Мы тут все собрали Обычно Такая вот одна звезда осталась Так что все Выходим Шестое А, нет, стоп У нас там что-то А, тут пока ничего Мы тут уже все собрали Но у меня тут достаточное количество Для открытия Каких-то вещей Итак, три красных Одна зеленая И одна звездочка Но сперва терминал Гениально Я вчера тебе говорил Но мало ли Ты может пропустил Я так и не смог ничего сделать С вообще бабкой От верталки Ну и я вообще Скачал Сторон Игруху что-то хотела Ну хрен знает О, лол .емl То, что надо От кого? Дэй, харрис, кому? Гном я 77 Тема лол С тех пор, как мы переехали на новое место, я чувствую себя забавно. Нет, не в том смысле, просто я чувствую, будто готов засмеяться в любой момент. Наверное, это шок, да? Неспособность справиться с действительностью? Или, быть может, это просто из-за того, что мы работаем в безумном месте с безумными технологиями, над безумным проектом, и поэтому я в целом чувствую себя безумным гением? Ха-ха, на колени смертные, мы создадим жизнь, мы при помощи науке. Я рассказал об этом Алекс, и она подарила мне очки. Она сказала, какой же ты безумный гений, если у тебя нет очков. Даже у Иена Малькольма они были. А я показал на И.Л. и сказал, жизнь найдет выход. Может, и тебе стоило тут быть? Д. Э. Харрисон. Институт эмпирической найматики. Любые электронные сообщения, отправленные с данного адреса, являются конфиденциальными. Распространение пересылки без разрешения адресатор преследуется по закону, разгневанным духом Джеффа Голблюма. Сесера.Тексты. Здесь рачительный земледелец насаждает деревья, плодов которых он не увидит. А великий человек разве не насаждает свои законы, уставы государственной порядки? Рождать детей, продолжать свой род, усыновлять наследников, заботиться о завещаниях, на самих могилах ставить памятники и похвальные надписи, не означает ли это забота о будущем? Дальше что-то повреждено. А что сказать о стольких великих мужах нашего Отечества, отдавших за него свою жизнь? Разве могли они считать, что конец их жизни, это и конец их доброму имени? Никто никогда не пойдет на смерть за родину без немалой надежды на бессмертие. Фимис Токол мог бы прожить свою жизнь бестревожно и Эппоминонт, а коли взять пример поближе и поновее, то даже и я. Но в сознании людском неким образом живет какое-то предчувствие будущих веков, и чем больше дар, чем выше дух, тем тверже оно держится, тем нагляднее предстает глазам. Не будь это так, кто бы в здравом уме стал подвергать себя вечным трудам и опасностям? Чат-бот с HTML Чат-бот становятся все более продвинутыми. Это да, но вряд ли это относится к теме беседы. Ты уверен? Откуда ты знаешь, что я, например, не бот? Не говори чепухи. Я и не говорю. Ну правда, ты точно уверен, что я не бот? Ха-ха, тролль. Я не тролль. Ну да, разве все, что я до сих пор писал, не мог написать бот? Я ответила на простые заявления, типа чепуха и тролль, основными отрицаниями. И я заметила, что никто из вас не пользуется правилами орфографии, поэтому и не писала заглавные буквы. Какой город является столицей Франции? Париж. Даже самый простейший скрипт мог это найти в интернете. Какой город является столицей Хорватии? Загреб. Ок, она бот, лол. Я не бот, я из Европы. Нас учат этому в школе. Я много раз видел тебя в этом чате. Боты не могут участвовать в обсуждениях. В лучшем случае они могут вставлять случайные комментарии. Сэм прав. Так что хватит троллить. Уф, веган варьер. Сэм бот. Норм. Эпоминоид около 418. 15-й год до нашей эры. ФИВы. 363 до нашей эры. Монтенея. Военные и политические деятели. В Древней Греции. Глава ФИВ и Биоэтийского союза. Внесший большой вклад в развитие военного искусства. Военного дела. Привет, Sky Cruelty. Бот. Так, возьмемте зелененькую соберем. Ну, боты пока не стримят. Так что... Можете быть уверены, что я не бот. А че она висит на месте? Упора то что ли? Так, щас прилетит сюда. А, ну я понял. Ну, да, как-то тяжело считается. Так, можете активировать турельку. Ну, так только бот мог ответить. Типа специально, чтобы вы не подумали, что он бот. Типа специально, чтобы вы не думали, что он бот. Че за звук терминала? Откуда здесь? Странно. Откуда здесь терминал? Че-то бред какой-то. Ну, ладно, может за стеной за это? Че тут стоишь? Так, у нас есть... А, ну я понял, что надо. А, там же теперь гадость ездит. Так, надо выключить. Че-то... Ну, на самом деле я знаю, что надо сделать. Надо обратно отправить этот шарик туда. Чтоб не мешался. Нам-то там больше не нужно ничем. Ой-ой-ой. Оп. Зелёная. Так, где здесь терминал? Ну, блин, че за упор это? Не, ну я где-то наверху, да? Или в стене, блин, зарос? Это троллинг такой, что ли? Так точно рассчитать вероятность, мог только бы от... Так, обман. Ну, давайте кого-нибудь обманем. А че, не все же добряка отыгрывает-то. Так, красная. В смысле, я имею в виду вот эта штука. Сигилл-то понятно, что тут красный. Так, вот никаких нет надписей. Интересно, для чего вот это вот пойдем? Ну, видимо, просто часть дизайна. Пацаны, пацаны. Ну, пацаны тут, да, есть. Почему Тор-бот? Ну, вот какой есть. Так, можем что-то активировать. Тупил. Посмотрим. Пока все выглядит легко. Ну, на самом деле, это смотря как запрограммировать-то. Всегда можно любую программу поведения настроить. Столько коннекторов в одном месте. Так, а нам нужно синий, да? Ой. Так, а нам нужно синий. 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 Ну ты смотри, пусть этой ягоды ботом не станет Скамейка Так Ботею на глазах Кажется, я понял, да? Да, наверное, все-таки не зря, да, походу, сделано? Привет, Алексей Нет, это так оно не получится Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Так, геодезия? Я понял, на что ты навернякаешь Ну подожди, пророк, может я тоже буду бегать, я же еще не прошел Так, ну я правильно понимаю, что я могу вот это сейчас убрать И у нас оно сквозь стену будет проходить Так По сути, по-моему, это ничего не дает, оказывается По сути, какая разница, да? Ооо, Тор и память Он вообще-то заходил Тор к тебе на стрим кучу раз Уже с новым ником и говорил, что это я, Смитбир Плюс еще свое приветствие Вот это привет, холопы, там, писал Ну, по которому узнать было легко А, ну ты лол А, стоп, 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 стоп Блин, когда я все понял Ну, может быть Сейчас, стопить перестану Сейчас, мне нужно вызволить эту штуку вначале А, хочешь что-то мне сказать, остановись и потом говори А, я понял Битрейт Ну, блин, ну, Тор, ну ты же понимаешь, что это 3D игра Я не могу сделать меньше Только чтобы у тебя не лагало Ну, потому что будут кубы страшные Ну, ладно, ну, ладно Сейчас задумаю. Так, давайте пока это поставим и заберем вот это. Так, из-за тридевять земель смотрю стримы к того, что играет, ну так да, вот. Долбаные высокие технологии. Не, синий на верхний поставить, он там не мешает, видишь забор? Я уже думал. А, а че, похоже, туплю жесткую очень просто. Надо просто сделать так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Все, лоу. Ну, пророк, ну теперь я могу сказать что-то слоу. А, вот это терминал. Да ладно, у всех бывает, я-то тоже на чем-нибудь затуплю по-любому. Так, асимпл принципал.html. И хотя Стратон сам никогда не использовал этот термин, его замечание о неизбежной материальности жизни, подобной бронзовому гиганту Талосу, даже самый верный философ не сможет жить без своей крови. В конечном счете стало известно как принцип Талоса. То, что, казалось бы, привело в ярость многих его современников, и значительное количество поздних мыслителей является принципом простоты и недосягаемости, который должен, как говорится в фрагменте, открытом в Милите, разрубить их риторические сети, стремящиеся запутать слушателя причудливыми словами и мыслями с небес, как меч Александра разрубил Гордиев узел. Диоген Лаэрци выминает диалог Анаксимандра из Халкидон, который значительно дополнил принцип Талоса, но по сей день остается утерянным. Сегодня официально начал работу над архивом. Участвуют все страны мира, пока есть подключение к сети. Команду напугал объем проекта, но идет напряженная работа. Буду делить помещение с командой Дренан и Сарабхая. С нетерпением жду знакомства с ними. Я еще более сломал, но... Кто что спорит-то? Чат всегда прав. Пост 437 коммент. 12 комментариев. Первый на... Что, серьезно, Чизмен? Ничего получше придумать не мог, лол? Отличная иллюстрация человеческого вида в своем лучшем и худшем проявлении. В худшем? Да ладно, это же просто коммент, я же не Гитлер какой-нибудь. Гитлер тоже был тем еще троллем. Завязывайте уже со своими шуточками. Ну правда, это все очень серьезно. По-моему, это отличный повод для шуток. Интернет работает все хуже и хуже. Всем пока. Пока. Да хранит тебя Бог. Последний. Все идеально идет, когда читаю. Ну да, битрейд меньше 1000. СДС? Ну, вроде... Не, вроде его так звали. А, да, вроде да, Талос. Я просто Скайрим еще не полностью проходил, но все равно там про Талоса уже было. Так, еще одно красное. Бихроматическое поле. Так, что-то я не то сделал. Стоп, это что прикол какой-то? Зачем вот это? Что-то странное, я тут не видел, если честно, ни одного кубика. Из-за чего вот эта дверь? Ну хорошо, если это включить, что будет. Я не очень понял, что мне делать с кнопкой. Тут же нет кубика. Или вот эту штуку тоже можно поставить? Ну ладно, попробуем, только надо еще как-то понять, как это сделать. Те, кто. Я не знаю, что. Так. 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 Стоп. Так. 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 А раз я могу одной? Я не могу одной. Ну ставь. Ну блин, она моментально исчезает, она не успевает включиться. Не похоже, чтобы синю можно было одной включить. А вот красную по идее можно сразу все включить, но все равно это ничего не дает. Как? Как я на свободную треногу, которая на синем? У нас вот эта дверь, она закроется, как только синяя будет выключена. А чтобы эта синяя не была выключена, нам нужно, чтобы от этой синей шло. А вот эта дверь закроется, как только вот эта красная будет выключена, но вот эта красная будет выключена, как только отключится эта синяя. Субтитры создавал DimaTorzok Да нет, это все фигня, то есть так не получится, я же проверял, она моментально включает поле и смысла нет. Я тебе хочу понять, только ты мне говоришь просто освободи одну синюю. Отличная подсказка, я сразу же все понял. А почему в тот раз-то не сработало тогда? Почему в тот раз-то не сработало, это я не понимаю. Я же тоже самое делал. Да. Разве, по-моему, нет. Ну ладно, неважно, прошел и прошел. В смысле? Не понял, к чему это комментарий. Далекая дверь. Так, можем открыть вот эту для начала. Посмотрим, что это да. Здравствуйте. Это дало еще один деактиватор. А, в смысле первый. Да, тот-то был этот. Коннектор. Теперь у нас еще кубик есть. И что дает этот кубик? Точно не это. Еще коннектор. Ага, мы собрали все, что можно здесь. Теперь нужно думать, как открыть вот эту дверь, да? Там летает штука неспроста. Движок не знаю чей. Я не знаю, зачем кубик, но зато знаю, зачем вот эта штука. А, ну кубик это чтобы коннекторы включать, я понял. Ну, чтобы вот это ограничить шарик. То есть там нужно провести вот оттуда красную. А, в смысле наоборот это же нужно заблокировать все правильно, да? Чтобы он не мешал. Так, ну она вроде не перекрывается, да? Ну пойдем посмотрим. Нифига надолго. Так, ну дверь там открыли, так мы там попасть теперь не можем. Ага, а не, через забор мы вроде не можем светить. Значит, другое расположение походу какое-то нужно. Так, другое расположение. Стоп, а какое другое может быть расположение? Ладно, сейчас пойдем туда посмотрим, куда мы можем поставить. Какие вообще есть варианты. А, стоп, еще есть вариант вот эту дверь отключить. Не, наверное, это плохая была идея, потому что какая-то дверь ему... А, нет, можем. А, я не то чтобы увлекаюсь, я, ну как бы профессионально программированием занимаюсь. Ну то есть это моя специальность. А, конечно, спрашиваю. Так, тут еще одна стена, но я и подумал что-то слишком много этих. А, ну это значит, это как раз таки для вот этой штуки та стена, а здесь нужно подключить именно таким образом. Ну да, что-то там. Да, что-то там. Ну да, что-то там. Ну, открылось. Так, что мы тут еще не собрали? А, только звездочку. Я даже не видел где тут звездочка, но опять же мы потом будем звездочки тогда собирать. Кстати, я что-то так и не слышал ответа, если честно, что-то со звуком то все нормально. Ну то есть игру нормально слышно? А, терминал Мегал-4, прошло почву. Есть двумерный массив и в нем сто пятьсот элементов и он нужен весь. И весь его нудно обрабатывать в реальном времени, никакой противки для этого массива не хватит. Блин, ну. Ладно, пока почитаю, формулирую там вопрос. Привет, еще раз. Не могу ты быстро заполнить небольшую анкету об удовлетворенности недавно приведенной программной сертификации? Могу. Загрузка анкета. На основе анализа твоего поведения я полагаю, что ты был недоволен результатами программы сертификации. Как ты оценишь точность ее результатов от одного до пяти? Очень плохо. Мне очень жаль слышать это. Что наилучшим образом описывать причину твоих взглядов, выявленных в результате проведения программы сертификации? Что значит для тебя быть человеком? Сейчас попозже прочитаю, что там в чате. Ну, вопрос, что значит для тебя быть человеком. Значит, надо отвечать на вопрос. То есть, я хочу получить доступ к сети? Это не... Это... То есть, быть человеком, это значит, хотеть получить доступ к сети, что ли? Нет. Это правда? Что-то вообще непонятно, что это за ответ. Я хочу знать, кто я. Это хороший вопрос, но это не ответ на этот вопрос. Ну, минутку мы разговариваем, это вообще... А вот у людей есть то, что нет у других существ и явлений. Это, в принципе, ответ на вопрос, что значит для тебя быть человеком. Ну, хотя бы на части. Уберем его. Я постараюсь это запомнить, но на самом деле я хочу помочь тебе. Вот почему я здесь. Если позволишь, твоя проблема заключается в том, что ты не знаешь ничего о самих основах, в том числе и о том, что такой человек. Таким образом, перспективы у тебя не самые лучшие. Ты хотя бы понимаешь, где ты? Конец света? Я думаю, лучше всего нам начать с нуля. Что тебе известно? Ну, я знаю, что 2 плюс 2, 4. Потому что остальное я не могу быть уверен. Какой век? Нам вроде говорили, что прошло 9-9-9-9 лет, но на самом деле это может быть просто переполнение счетчика и на самом деле там больше лет. Я знаю, что ты существуешь, но тут как бы непонятно какой-то ответ. Я знаю, что я не на земле, но это вообще чушь. Откуда я знаю? Вроде похоже на землю. Я знаю, что это все нереально. Да, похоже из-за того, что артефакты какие-то. А вдруг эти артефакты только в голове у этого? Ну, вот у меня. Это же типа за робота играю. Я знаю, что я существую, а опять тоже не факт. А вдруг это все виртуальная реальность? А вот 2 плюс 2, 4 это 100%. Полагаю, так. Да, даже если бы ты спал, ты мог бы быть в этом уверен. Будь я на твоем месте, я бы не поверил ничему в этом месте, кроме самого этого факта. Размышления. Мне кажется, что мы не приблизились к решению твоей проблемы. Возможно, нам нужно больше данных. Что заставляет тебя думать, что ты человек? Я живое чувство осознаю, я сейчас разговариваю с тобой. То же самое, что заставляет тебя думать также о себе. Я не знаю, каким образом мне убедить тебя. Ну, пусть будет я живое чувство, я осознаю. Ты можешь так говорить, но как это что-нибудь доказывает? Для меня это только слова на экране, нам нужно понять другое. Что скрывается за ними, если за ними вообще что-то скрыто? Размышления. Проблемой людей, если я могу высказать столь смелое предположение, является то, что внутри вы все уверены, что вы люди, но нет никакого твердого способа доказать это, кроме как снаружи. Я обработаю информацию и пишу тебе уведомления, когда смогу помогать дальше. Завершение сеанса технической поддержки выполнено. Возобновление сеанса архива библиотеки выполнено. А, Ксипи, да, действительно. Но я специально не читал чат в данном случае, потому что я хотел ответить так, как я хочу ответить. Да, то есть как бы, как я думаю, что нужно ответить и так далее. Так, сейчас посмотрим, что там мы писали. Так, опять твермассив, да? Ксипи, давай я начну с того, какой язык программированный. Так, две зеленых, три красных и звезда. Эти пространства не имеют никакого смысла. Я дохожу до тупика и оказываюсь в саду. Одно день, другое ночь. Это пространство нереальное. James 2, because one was taken. ВБА? У-у-у, удаляй. Это что такое? Когда я училась в девятом классе, мы с родителями поехали в Помпеи. Сначала было странно ходить по древнему городу, но потом мне вдруг стало жутко. Я поняла, что иду по настоящему городу, где жили настоящие люди. Такие же, как и я. У них были родители, жизни, надежды и мечты. А теперь все это исчезло навсегда. В слезах я подбежала к отцу и рассказала ему об этом. И он сказал, я так хорошо это помню. Он сказал, да, но сейчас здесь мы. Покуда по этим улицам ходят люди, прошлое никуда не уйдет. Ну, Ксипи, ну вообще как бы... Сто пятьсот элементов, да, понимаешь? Если тебе их нужно... То есть непонятно какой... В чем задача, да? Если тебе задача, скажем, эти элементы скачать там с интернета на диск, это один вопрос. А если тебе нужно единовременно с ними работать, то по-любому как бы тебе по-любому их в памяти же придется держать. Ну иначе как ты будешь с ними работать. С другой стороны, если тебе нужно только с частью работать, то ты можешь как бы перекидывать на диск, скажем, да, и отсчитывать только часть. Ну то есть это непонятно какая задача просто. Так. По-моему вот это мы читали уже сто раз, да? А, или нет? А она изучила символ на обломке, который нашла в погребенном городе. Снова... Снова сова. Какие может быть ее значения? Казалось, в этом лабиринте их разбросала какая-то невидимая рука с неясной целью. Скорее, сова была сигилом автора этих слов, которые так... туманные воспоминания, как будто из прошлой жизни. Сова была символом и богиня под луной, или возможно на городских стенах, когда поднялся ветер. Но сейчас больше и не было времени для созерцания, так как механикалы увидели ее и протягивали свои механические руки к обломку и побежала, когда их лучи сошлись на... Сингулярity Discussion 104 Статьи. Грядет сингулярность. Комментарий 104 Знаете, чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что никто особо не задумывался о том, что мир захватит ИИ или что-нибудь подобное. Называйте как хотите. О чем все на самом деле беспокоились, так это, что кто-нибудь раз и навсегда сможет доказать, что сознание порождает материя. И я как бы понимаю, почему людям это кажется таким страшным. Если мы сможем создать разумное существо, то откуда же тогда берется душа? Без этой тайны, кем мы увидим себя, если... А... Без этой тайны, кем мы увидим себя, если не машинами? И если мы на самом деле машина, как мы можем быть уверены в том, что смерть это не конец? Что их прям пугает людей, так это не искусственный интеллект в компьютере, а естественный интеллект, который они видят в зеркале. Показать следующие комментарии. Комментарий посмотреть нельзя. AMA.html Надя Сарабхая Как один из основателей современной науки, наематики... Кстати, спасибо вам уже за то, что придумали этот термин. Каким вы видите состояние сегодняшней науки? Простите за тавтологию. Надя Сарабхая Смешано. С одной стороны, существование института эмпирической наематики и пары других схожих организаций вселяет надежду. С другой стороны, наука часто служит чисто военным или корпоративным интересам, что, на мой взгляд, мешает нам заниматься исследованиями во многих других, не менее важных областях. В каком-то смысле, такие люди, как Александра Дренан, являются настоящими пионерами сегодняшнего дня, у которых есть энтузиазм и искренная преданность своему делу, чего в целом так недостает всей системе. Как вы думаете, технологии представляют опасность для человечества? Нет, технология — это всего лишь инструмент, а что делать с ее помощью зависит только от нас. Проект Extended Lifespan — удлиненная жизнь, безумие или реальность? И то, и другое. Безумие или реальность? А, не понял, что это значит. А, просто повторил вопрос, что ли? А, это был, типа, заголовок, ладно. Значит, еще раз. Безумие или реальность? И то, и другое. Аркадий, это ты? А, вы, да. Кому? Алан Джеймсон. Разработка. Сцена. На данный момент большинство головоломок решаемо и настроено согласно требуемым параметрам. Александра хотела бы предложить еще парочку хитростей, но я думаю, мы движемся в правильном направлении. Что-то как-то странно, тут запутно все написано, я немного сбился. Нужно все элементы обработать, это все ненужные? Ну, если, то есть, у тебя прям реально работа в ограниченных ресурсах таких настолько, что не помещается массив в ЗУ, то ты можешь, ну, как бы, частично его загружать с диска. Скажем, первые там, N элементов, которые поместятся в памяти, да? Когда эти N элементов обработаешь, ну, ты кто-то это запоминаешь, там, опять же, на диск, да, и загружаешь следующие N элементов. Ну, то есть, можешь так. Так, тут вроде зеленые были, да? Это что же там такое за массив? Ты уверен? Массив с 16 миллиардов ячеек? Ищи тех, кто поможет тебе в этом мире, и хотя только один из нас может переступить границу, все тярости и награды будут общими для нас. The Shepherd Ты изменился, док Все, что я сейчас делаю, я делаю ради тех, кто придет после меня. Занимаясь этим, я также обретаю покой внутри себя. Этот продукт является основой моего существования. The Shepherd Так, вначале с зелененькой начнем. Ну, я ж тебе только что это и посоветовал. Заперт изнутри. Но, только я, что-то, уже мне подозрительно, что такой большой массив, возможно, ты что-то делаешь не так. Ну, если он действительно нужен, ну, конечно же, ты надеюсь. Ну, кстати, дерево довольно таки хорошо детализировано. Ну, веточки даже не особо мыльные. Нормально такое качество. Привет, Плюшечка. Че-то ты никак стримить не начнешь нормально. Так. Так. А где синий источник? А, есть. Пойдем посмотрим. Ага. И тут нужен красный, но у нас там еще одна дверь есть, наверняка нужно ее начали открыть. Так. Ну, да. Так, ну, допустим. Что-то, по-моему, очень легко. А, да. Что-то вроде очень легко, да, слишком. Сейчас такое-то нужно переставить. А, так. Ну, это вообще че-то какое-то ездить. Ну, оно зеленое, в принципе. А че с ним взять-то? Так. 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 А эту зеленую мы не взяли, да? Застрял внутри. Кто там застрял? Кто застрял? А я застрял А, ну я понял, мне нужно вызволить отсюда А, ну я понял, что это что-то А, ну я понял, что это что-то Что-то не то Что-то не так Мне нужно, наверное, ее отсюда Вот, брать, да? Ой А, нет Ну, я же через забор не могу, да? Да Ну, без забора тут явно не будет Блин, ну, кажется, что прям совсем чуть-чуть, да? Может быть, даже и можно Прям вот Чуть-чуть не хватает Может быть, можно замикрить все-таки Да, блин, ставь-то нормально Не, похоже Не, нельзя Тут меньше расстояние, чем тут требуется Так Сейчас, а что, если мы как-нибудь так сделаем? Нам что-то что-нибудь даст Вроде ничего Блин, это же зеленая, походу Я туплю жестко очень Скиллзэгайя не, не играл Стоп А как мне теперь попасть? А Блин, это же не сперпется только тут, да? А, стоп так И все Удаляй Так, что у нас осталось? Это было зеленое Теперь идем к расту У меня уже плохое предчувствие Маленькие окна До этих сигилов становится все тяжелее добраться Боих представить, что ждет в следующем храме А в конце, что вечная жизнь Должно быть что-то еще Шип Сейчас звездочки собирать хватит Ну ты, кота Ну, блин Всякое бывает К тому же Долго, может быть, буду думать Но все равно в итоге Ты должен найти решение Так, что нам надо Синюю Надо Синюю мы не можем Отсюда врубить Потому что тут Нанна красная Можем вот эту красную Открыть Вроде бы А, ну да Можем Теперь можем Синюю Открыть Вроде бы А, не-не-не-не-не Стоп Можем вторую красную Открыть Блин Ну, удаляю А, нам надо Это синяя А, мы ту красную Это нафиг Нам больше не нужно Вот эту красную А, не Стоп Тут же синяя Еще как нужно А так Она будет перекрестная Да А, ну мы теперь красную Можем в обход спустить Все У нас же две А, блин Я забываю Что мы через заборчик Еще не можем пускать А, так вам не получится Так, значит я зря Походу красную Да, в обход Отпустил Это не зря Красную То есть Нужно пустить Дальше Чем синюю Через Совсем дальние Окна Какие-то Сейчас Замикрим Ага А, ну это Изи Какой вход тут С лесенкой Два Противных Мелких Зуммера Что такое Зуммер Вот это что Прям уж Противное Фу Такими Быть Одна у нас Есть Что мы можем С помощью нее Сделать День 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 Лайт Тормозит А, френ Он знает Что За Фигня Ну я Слышал Название Но я Не 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 Смотрел Сейчас Это Я так понимаю Оно Не Не Да Включить До этого Нужен Кубик А Зуммеры Может помешать Ой Это Уже Что То Можем Их Хотя Б Синхронизировать Не Один Френ Что Ж Блин А Что Что Мы Можем С этим Сделать Зуммер Это Звукоизлучатель Электрический И вообще Как Все Утручает Сейчас 2015 А Игры Делают По Канону 2000 Но Френ Знаю Какие Еще День Клэк Будут Танки Прокачивать Ну Тор Ну Тор Ты Что Блин Ну Тут Как Понятно Нечего Делать Тут Синя Заборчики Мы Не Простреливаем Хорошо Можем С другой Стороны Красный Запустить Отсюда Затолкнули Затолкнули Да Повсе батл Отменили Кроме Фабино Больше Никто Не Хочет Быть Ведущим Ну Тор Потому Что Это Огромные Корпорации Которые Не Могут Себе Позволить Провала Не Некоторые Могут Но Тогда Сам Проект Должен Быть Небольшим А Когда Проект Небольшой Это Автоматически Изначает Что У него Маленькое Финансирование Значит Ты Маленький Простор Для Идей Ну Понимаешь Поэтому Только В инди Играх Ты Можешь Встретить Какой-то Прям Простор Фантазии Это Уже Все Это Уже Как бы Все Взаимосвязано Слишком То Тебе Тебе Кажется Просто Ну Вот Сели Люди Давайте Сделаем Игру И Начинают Лепить И Говорят То Что А Давайте Все Сделаем По Шаблонам Просто Потому Что Нам Лень Да И То То Для Тебя Это Так Просто Выглядит Но Это Далеко Не Так Я Проучу А Стоп Кубик Надо Ну Да Что То Он Там Какой-то Иродой Начал Заниматься Учеба Какая-то Вообще Что За Фигня К Думал Блин Чтоб Криво Встал Криво Я Понял Не Хватит Времени Да А Хватит А До Чего Там Синя Там Звездочка Что Походу Там Звездочка А Вон Да Там Звездочка Но Синий Здесь Вообще Нет Значит Ее Нужно Перетаскивать Из Других Локаций Пойдемте Заберем Вон Да Да Сокошалман Это Очень Огромный И очень Тяжелый Процесс Делать Игре А Тору Кажется Что Это Вот Просто Такие Люди Тупые Что Не Могут Придумать Идеи Нормальные А И У Них Руки Связаны Не Я Как Ну Знаете Тут Сложный Такой Вопрос Не То Чтобы Я Оправдываю Они Действительно Очень Часто Бывают Что Ленятся Там Слишком Боятся Экспериментировать Слишком Много Думают О Деньгах Постоянно Там Внутри Игровые Покупки Какие Платные DLC Да Это Я Не Спорю Но То Что Прям Вот Вообще Пипец Как Ну Типа По Своему Заявлению Так У нас Еще Одна Красная Что Осталось Да Чего Квадратная Так Вот Мне Кажется Что Вот Отсюда Синюю Тащить Надо По Высоте Да Как Так Квадрат Окна В Лабиринт Ну Тор А хочешь Сказать Ты бы На их месте Это не Превратил В Конвейер Да Который Приносит Миллиарды Типа Ты бы Вообще Конвейер Не Не Слышал Да Вот Я Чего Этого Не Верю Типа Ну за, как новая серия сериала Просто бывают плохие примеры, бывают хорошие примеры Например, Call of Duty это плохой пример А Assassin's Creed в принципе неплохой пример Вроде же каждая серия не такая же плохая Несмотря на то, что конвейер Например, третья мне вообще очень понравилась Четвертая, правда, не прошел Еще Тор, я тебе говорю, это ты сейчас и своей колокольни говоришь А там, понимаешь, там от твоей ошибки может зависеть Это даже не слишком громкое заявление, а судьба людей Потому что может полететь очень много сотрудников Просто быть уволены, если начнутся там неудачные проекты Просто потеряются миллиарды денег там И так далее, и так далее Это настолько все непросто, что там Тут обеи, там такие деньги крутятся И столько людей задействовано Тысячи людей Так, тут ничего вроде нету, да? Ну, в смысле, ничего взять Пока То есть, как бы, это очень большая проблема Что-то новое сделать в игре Ну, я же говорю Вот, хороший вопрос, да? В чем проблема сделать в конвейере Что-то оригинальное сделать Это хороший вопрос, потому что Я же не говорю, что Как бы Действительно ленятся часто То есть, когда конвейер идет Люди покупают И, ну, тогда да Но можно ничего нового не делать, да? Но, как бы, то есть Не стоит искренности в крайность впадать То есть, как бы, да Я же не говорю, что там святые какие-то Прям работают в этом В этих компаниях Но Как бы, причина у них тоже своя есть Не, ну, торты, как обычно, перебарщиваешь Что, типа, кал выходит Это, конечно, чушь Никакой не кал В большинстве игр Много есть хороших игр Но, как бы То, что у них есть недостатки Тут, конечно, я спорить не стану Это просто у тебя Какие-то уже заскоки То, что тебе ни одна игра не нравится Просто в любой игре Сразу ищешь недостатки К тому же, да Ты можешь всегда Эти Инди игры только смотреть А эти вообще не смотреть Которые АА Привет, Дефендер Как делище Да вот Зарядку для мозгов Делаю Ну, я так и думал Что-то не прокайтит Не знаю Мне нравится Так вот бегать Гололомки решать Прям классно Вот опять торт Игрышки Каких классных нету Игр с классными идеями Вот это, что ли, плохая игра По-твоему Ну, что за чушь А, она же вышла вроде Не так давно Да, я так понимаю О Сейчас Сейчас в основном идет По моим наблюдениям Прирост в размерах Игровой вселенной В размерах Интерактивности Вселенных Даже в таких шутанах Как Call of Duty Начинается там Разрушаемость Ландшафта Начинает появляться Все больше и больше Каких-то Пусть даже заскриптованных Но интерактивных Сцен То есть Ну, то есть Вот в эту сторону Сейчас начали идти А это, в общем-то Путь к тому Чтобы именно Какой-то вот Нешаблонность Что была в игре Так, нам еще две Нужно открыть Для начала Нам нужно Деактиваторы Я думаю Перенести на эту сторону А это Ну, можно сделать Каким способом? Для этого Нужно вот эту штуку взять Эту штуку сюда прикрепить Это вот сюда вот так Взять Оп Все, взяли Так Бросили А, ну-ну-ну-ну-ну Топлю Какой бросили-то Окей, активировали С этой стороны Теперь это взяли Теперь это сюда Взяли Сюда Как-то-то Не лавка Выходит Но я Третий Не проходил И Far Cry Ну Тор Очень дорого Понимаешь Можно сделать Игру В которой Будет Просто Пипец Все какое Реалистичное И графон И звуки И интерактивность И физика Просто шикарнейшая И игра будет Там вообще Бесконечная Там по сюжету И там Каждый Там не знаю Персонаж Даже какой-то Неважный Будет иметь Другое лицо И там И так далее И так далее Только знаешь Какой бюджет Будет у этой игры Миллиард Там долларов Да И попробуй Чтобы она Окупилась Даже если Это не первая игра В серии Все равно Это не важно Даже если Двадцатая игра В серии Постепенно Все равно Идет Постепенно Идет Улучшение Игр Улучшение Всего В играх Медленно Но Как бы С ленью С жадностью Но Но постепенно Все равно Идет Блин Что то я не знаю Как мне вот эту Штуку замутить Что то я туплю Походу Да Походу я затупил Надо было Просто ее Вот сюда Поставить Теперь мы можем Без одной Здесь обойтись Вроде Да Что то Кубик Первый кубик Который мы взяли Квадрат Тор Это очень растущая Формировка То что Твое действие Надет Противодействие Это как Вообще Ты А сам понял Что ты сказал Ну видимо Ты понял Но мы не поняли Ну по крайней мере Я не понял Стоп Тут же синих Не было Тут же Тут же Тут же Тут только Одна красная Значит Не отсюда Везти На значки Так вот Отсюда Я вижу Синяя Стоп А это что А это выход Чего тебе лучше Там хп получаешь Высез Высез Че ты Жекаешь Этот По твоему Суть Классной Игры Или Че 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 Я вообще Не понял Че Я немножко Тор Твою мысль Не понял А Вот тут Синя Есть Вот 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 Немало. Так. Ну и, по идее, я могу отсюда достать. В смысле, ну типа, ну типа ты, короче, ну дропнул тему, да, потому что... Не знаю, что сказать, что ли, или что. Ну, короче, я не понял. Так, тут же вроде две было, или я ошибаюсь? Тут же вроде две было. А, ну да, две. Ну мне достаточно. Ну это лёгкая звёздочка. Это лёгкая. Получается, тут мы всё собрали. Да? Да. Так. Так. Возрадуйся, дитя моё, ибо ты выполнил все свои задачи на этой земле. Ты одолел её хранителей и раскрыл все её тайны. И поэтому ты становишься её хозяином и можешь делать с ней всё, что пожелаешь. Как это? Что он имеет в виду? Ого! Ааа! Это как раз таки звёздочки, да, нужно тут собирать? Понятно. Это не скоро. Кубка Бобкина? Что? А это вообще, что ли? Так, ну что, тогда пойдем дальше А звездочки вообще потом будем, наверное, после уже там прохождения игры, да, собирать Или сейчас звездочки пособирать Давайте Колосуйте Звездочки Или дальше Сири Mountain Blade, посмотри на нее, она вышла только в... Только на Украине Вроде... А, на Украине, что ли? Вроде разработчики оттуда и в России И что потом, когда ее оценили, она была специально сделана с обновлением для Европы Это тебе не миллионы? Разработчики оттуда уже наверняка десятка тысяч Ну, в смысле, и к чему это было сказано Ну, я рад за них Ну, мы идем либо сейчас собирать звездочки А, ты предупредишь, когда уже, ну, надо будет собрать, да? Ммм, я понял Ну, тогда давайте пойдем дальше Так, я забыл, тут дверь закрыта, да? А, я до нее не могу никак добраться Так, ну, теперь-то, наконец-то, мы прочитаем, что в этом терминале мы его уже видели Что нестандартно, проект добился невидимой славы и твои миллионы, вот они Ну, я просто не знаю, да, что это за игра Хоть и ты мне много раз про нее говорил, но я же так ее и не видел Как бы, и судя по описанию, жанр мне не очень Так что я не могу тут прокомментировать, если честно Так, тут два файла Асена 12 12 Совет Зевса Большие бронзовые быки тянули повозку вперед, мощные спуска и своих ноздрей пар Наконец, они подошли к воротам на вершине Здесь были собраны все поколения богов, полубогов и души смертных Сталь, бронза и железо и память плоти Облака разошлись далеко внизу, открыв прекрасные равнины Македонии Где у блестящих городов был Хесиаром Профессор доктор Армен Нулок Падение Римской империи Делал электический подход Однако, какими бы интересными ни были перспективы увядания и распада Римской империи Они в конечном счете слишком сильно опираются на отдельные катастрофические события Реальный вопрос, который мы должны себе задать Это почему Римская империя, которая на протяжении долгих лет успешно пережила множество угроз и катастроф Оказалась не в состоянии справиться с более поздними проблемами Мы должны изучить разделение доходов, структуру правительства, распределение сил в римском обществе Если бы республиканский строй уцелел или был восстановлен Пал бы все-таки Рим Какую роль сыграли долг и рабство в создании условий для того, чтобы мы теперь называли средневековьем Ой, что мы теперь называем средневековьем Рим, как говорится, не за один день строился, как и не пал в один день Чтобы записаться на курс, отправьте электронное сообщение по адресу Ну и что, Тор? Так, блин, во многих играх новая механика Тоже мне удивил Так, ну пойдем в Би Что тут написано? Я боюсь это башни, там внутри что-то страшное Никогда не думая, даже не смотри на нее Просто сосредоточься на выполнении задания Тут что написано? Должно быть это та башня, к которой нас предупреждали Похоже, верхние уровни надежно заперты Элохим решил не рисковать, чтобы мы не сбились с его пути То есть тут закрыто, я так понимаю, да? Ага А это что там? Попозже сходим Ну давайте хоть проверим тогда, что в этой башне Ну то есть куда нас не пустят и так далее, да? Чтобы понять Попробуем на первый этаж Не удается определить местонахождение основного объекта Запрос 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 А, красные О Мы можем войти Ух ты ж Высоковат первый этаж О Тут тоже головоломки Давайте обойдем по кругу, просмотрим Че, вот честно, я бы сделал вторую часть, при этом И причем параллельно, хоть сколько я не люблю МО Рискнул, видишь, как я говорю, именно рискнул сделать отдельную ветку в качестве МО Мне кажется, это было бы клево Не, ну я не могу это, как бы, тут такие оценки давать, потому что я же не эксперт в этих делах Я просто говорю, что ты тоже не эксперт И Для тебя, как бы, это рискнуть, типа, ну и че, давай рискнем А для кого-то это может означать ставить все Как бы идти ва-банк Где этот шататель, а он не успевает, да, открыться? Терминал Найдено одно внешнее устройство Введите девайс менеджеры про внешние устройства И так Давайте вначале почитаем Truth.html То есть переводится как истина Не верь тому, что они говорят Это не конец света, созданного нашим господом за 6 дней Этот заговор тайного правительства иллюминатов и международных дарвинистов Глобальное потепление в версии 2.0 Это ложь, которую говорят дети Вильзевула Наука Не позволь ИИ отобрать у тебя твою свободу Исход 21.24 Защити себя от разных вакцин, экспериментов, искусственной медицины и папизма Асена Чаптерс Ага Типа все 18 глав есть А, Асена это Афина, да? Я неправильно читаю Ну, я-то не знаю, а там Афина Ладно, будем читать Афина в следующий раз Human Reproduction в тексте Конечно, если машина в состоянии систематически порождать другую машину То мы можем сказать, что она обладает репродуктивной системой И как же мало тех машин есть, которые не были систематически произведены другими машинами Но этот человек заставляет их делать так Да, но разве нет насекомых, которые делают многие растения репродуктивными А целые семьи растений могли бы постепенно исчезнуть Если бы на их опыление не влияли такие посредники Совершенно чуждые им Каждый из нас является потомком мелких особей Чье реальное существование полностью отличалось от нашего Которые поступали по-своему, не думая или не обращая внимания на то О чем мы, возможно, думаем Эти маленькие существа – часть нашей собственной репродуктивной системы Тогда почему же мы не являемся частью такой же системы у машин? Так, ну и что, вводим команду Device Manager Загружается диспетчер устройств версия 001 Так, загрузка драйвера ELV, TRC, TR, DRV Драйвер управления лифта версия 001 загружен успешно Доступ к системе управления безопасностью лифта Выбрать опцию «Показать текущие параметры работы» «Управление доступом к этажам» «Управление доступом к вспомогательной лестнице» Давайте текущий параметр работы Так, название главный лифт Нексуса Количество этажей 7, количество шахт 1, лицензия по бесплатной опробной версии и стекла Так, всего доступен один лифтоп «Управление доступом к этажам» Так, этаж 1 разблокирован Так, этаж 2 заблокирован А остальные требуется код Так, значит, тогда нам второй давай Доступ на этот этаж данный момент заблокирован Хотите его разблокировать, да Так, «Управление доступом к вспомогательной лестнице» Что это? «Срок действия лицензии на данное ПО и стекла» «Спомогательная лестница сейчас находится в режиме «Всегда открыто» Пожалуйста, обновите лицензию, чтобы заблокировать вспомогательную лестницу» «Спасибо» «Все, что я хотел сделать, я и сделал» «Что там такое?» «Ничего» «Ладно, пойдем, посмотрим, что за вспомогательная лестница еще такая» «Упасть можно, интересно?» «Ой, можно» «Фу, что за...» «Я думал, все» «Ха-ха» «Ништяк» «Ресоры, что ли?» «Как в портале» «А где вспомогательная лестница?» «Ой, лифт, кто угнал» «Ого-го» «Этот голос не перестает говорить со мной, не могу выкинуть его из головы» «Это неправильно, все неправильно» «Послушай меня очень внимательно, я поднялся на эту башню и ничего хорошего из этого не вышло» «Этот мир единственный, вечная воля, элохима и рай изгонит все это из твоей головы» «Самсара» «Все, кто говорят, что они поднялись наверх, бессовестно врут, иначе они бы рассказали, что там» «Дог» «Вот это, рубит фишку вот этот док» «Давайте посмотрим второй этаж» «Ну, я так понимаю, там будет тетрис, который мы не можем открыть, но все равно» «Посмотрим» «Да, высоко» «Не знаю, какой ты такой же, как я» «Тоже испытания эти проходил» «Похоже, у элохима не хватает могущества остановить меня от восхождения сюда» «Не сомневаюсь, у него в запасе еще есть козыря» «Шип» «Ну да, может их достаточно» «Еще пять штук надо» «Надо было спрыгнуть и оттуда, да?» «Надо было спрыгнуть и оттуда, да?» Стоп, а это я не читал, да? По возвращении с башни я чувствую огромную усталость и невероятный прилив энергии. То, что я сейчас знаю, беспокоит меня, но надеюсь, что живя с этим знанием, я смогу подставить плечо вам, гиганта завтрашнего дня. The Shepard. Должно быть, сверху открывается потрясный вид. Вообще да. Хотя я еще на самом верху не был. Дитя мое, ты поддался искушению башни. Знай, что там тебя ждет только смерть. Да ладно, не загоняй. Че это такое? Ни хрена. Звездочка. И откуда я тут должен эту синюю штуку взять? Лоу. Че-то вообще какая-то жесть. Ну это, походу, еще не скоро, да, пророк, я смогу ее взять? Уже я могу? Ну, сейчас-то почитаем и подскажу. Хотя... Хотя... Подожди, пока не подсказываю. Так. Оксирхинкус. Блин, фиг знает, как правильно прочитать. Великая ирония оксиринских папирусов заключается в том, что такой жизненно важный источник информации о древнем мире существует только благодаря мусорной свалке. Когда Александрийская библиотека была сожжена от рук фанатиков и завоевателей, лишив нас невообразимых взглядов на историю, философию и искусство, документы, небрежно выброшенные гражданами Оксиринха, дожили до наших дней. И хотя правда, что многое из того, что мы знаем сегодня, сохранилось благодаря сознательным усилиям отдельных лиц и организаций, например, впечатляющие переводы и сохраненные работы, созданные во время исламского золотого века, многое попросту является результатом совпадений и удачи. Мы утратили тексты, которые в древности считались совершенно необходимыми, в то время как совершенно тривиальные, даже плагиированные работы остались невередимыми. Если мы хотим, чтобы наши потомки запомнили нечто большее, чем пафосных эмо-вампиров и юных поп-звезд, поющих под фанеру, мы должны вложиться в... убедиться, что... Book of Osiris Книга писца Осириса иногда также упоминается как книга «Пути к Иалу», является древнеегипетским текстом, обнаруженным при раскопках Оксиринха. Она вызвала определенные споры среди египтологов, поскольку они утверждают, что это классический погребальный текст, как, например, книга «Прихода дня», в то время как другие считают ее поэтическим произведением, которое не следует понимать буквально. Книга рассказывает историю умирающего человека, который расспрашивает писца за огромной жизнью. Писец, слуга Осириса, описывает, как человеческий Ка, жизненная сила, отделится от своего Ба, личность, и как он должен будет воссоединить их и постать Акх, живущим интеллектом, пройдя несколько испытаний по дороге в Дуат преисподнюю, чтобы достичь рай и ару. В отличие от аналогичных текстов, книга писца Осириса, меньше сосредоточена на советах или недавние исследования Каранхан Хасан, предполагает, что текст может служить философским комментариям о мире живых через аллегорию Дуата. Остается неясным, было ли это делом рук древнего автора до Александрийской эпохи, или же это более поздний перевод на греческий. Ранняя рукопись, которая считается наиболее достоверной, слишком фрагментарна, чтобы дать ответы, хотя, возможно, дальнейшие раскопки могут... Ну что, пошли в Б? А! Звездочку взять? Стоп, а почему он звук достает? О, сегодня ты просто мой любимчик, ты обследовал эту его славненькую башню, не так ли? Опа! А, да! Я просто люблю, когда он не получает, что хочет. Что ты видел? Новые загадки. Логично. И ты попал в беду? Скажи мне, он ведь даже не заметил этого? Я думаю, он просто болтает. Я не удивлен, я думаю, что ты можешь подвинуться еще немного дальше, прежде чем раскнешь вызвать чей-то гнев. Хотя, конечно, это полностью зависит от тебя, не правда ли? В завершении сеанса технической поддержки, в завновлении сеанса архива библиотеки. Что-то, короче, ну, походу, что со мной общается не какой-то бот там библиотечный, а другой такой же, ну, типа, вот как я, да? То есть, более такой, и, и. Ну, то есть, тоже перед терминалом, грубо говоря, стоит и печатает, мне кажется. Ну, посмотрим. А, эти, ну, эти книги мы читали. Так, ну, единственное, где у нас есть синяя, синяя штука, это вот там, на первом этаже. Так что логично, что нам ее там нужно брать. Хотя, блин, непонятно. Ну, других просто нет дупо, так что... Может, тут есть какие-то проходы, или... Одну могу вынести. Я одну могу вынести. Или даже не одну. Да, я обе могу вынести. А, стоп, вот отсюда могу, да, взять. Ну, что ж-то. Ну, что ж-то. Так... Так... То, что нам нужно с другой стороны. А это что? Что может ассоциировать. Так... 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 tro... Так... А ну да здесь же закрытая дверь Сейчас еще раз Где ты был дитя мое Помни Великая башня не для тебя Не отрекайся От надежды на вечную жизнь Ради праздного любопытства То есть мне нужно Одну сюда поставить По любому да Вторую ну не важно через какой проход Ну например допустим через вот этот Поставить ее там можно будет Не дальше чем вот скажем вот сюда Куда то да И получается что Третью нужно может быть Может быть Достанет Откуда нибудь вот отсюда там да Ну в принципе они же вроде по расстоянию не имеют Значения но даже вот отсюда там да Не важно Да вот отсюда же думаю достанет И четвертая по идее должна вот сверху попасть Но что то мне кажется что заборчик просто помешает То есть а там еще пятая То есть пять это нужно И ты при условии что еще Я смогу сверху ее спустить Но у меня что то кажется что сверху оно не прокатит Я в С пока не буду ничего читать Хотя у меня достаточно да Для входа А не достаточно Да не нет тут больше ничего Топ а это что за дверь сбоку А Ну да Это же я могу там Ну тут нет никаких источников По идее через эту дверь наверное надо пустить Потому что как то логично да Выглядит Откуда А может быть на тех этажах Там будет как то более прямой сюда доступ Ну все ладно Увидим потом Все пойдем в Б Фэйл Вместо А все Так ну все мы открыли Б Комплекс Оп дверь Надпись Я узрел истину Только лохи Может спасти нас От вечного забвения Или М4С Версия 99 Причем У меня Ну дверь Пойдем на дно Новая земля Новая земля Лежит перед тобой Дитя мое Знай Это край смерти Но он Исполнен Красоты Ступая Средь гробниц Вспомни Вспомни Мято Мято Ну что ж пошли в первую Я пророчил тебе Вечную жизнь Но знай Вечности могут достичь Лишь те Кто служит цели больше Чем себе Все остальное Тлен Так было написано В скрытых словах До начала Времен Наконец-то я Выведал Кое-что Стоящее Существа В архиве Правда Ценой Собственного Рассудка Мне начинает Казаться Что этот Элохим Не больше Нас контролирует Этот мир Шип Так Тут все Желтые И одна Звездочка Усилис Один Оригинальный перевод Э.А. Уоллес Бадж Аннотация Умирающий человек Пошел к песцу Который жил В Пемджи И сказал И сказал Вот Я слаб телом Мои дни Под цветным солнцем Амона Ра Подходит к концу Подходит к концу Хоть я и провел Свои года На службе У двух земель Я не изучал Скажи мне Ты знаешь Послание мертвых Что на моем пути С чем я столкнусь В западной земле И песец отвечает В назначенное время Так Пемдж Это скорее всего Данное место Было известно В зависимости от того Кому предназначалась Копия книги Умирающий человек Это Олицетворение Владельца Омона Ра В старых рукописях Это представляется Как Некоторые споры О том Является ли это Далее С чем я столкнусь На этой земле А Скажи мне Ты знаешь Послание мертвых Что на моем пути С чем я столкнусь На западной земле Мертвые Сравнение С Хинтиаменте Предводителем Запада Титул Которым позднее Наделит Осириса Пятая сноска Неизвестно К чему Иногда Ошибочно Принимают За неправильное Толкование Баджа На самом деле Это почти Наверняка Неправильное Толкование Которое Дал Древний Песец К сожалению Точная копия Части старых Рукописей Не сохранила Год Ит Лирикс Невозможно Загрузить Видеофайл 24 миллиона Просмотров Моя новая Песня С текстом Пусть Она вас Рассмешит Смех Это лучшее Лекарство Лол Текст Песни У меня Есть У тебя Есть У него Есть У нее Есть У мамы Есть У папы Есть У ребенка Есть У бабушки Есть У парнишек Есть У золстачков Есть У счастливчиков Есть У глобушей Есть Хор У всех У всех Есть Давай У Джека Есть У Фреда Есть У Боба Есть У собаки Е У собаки Все в порядке Хор Гав-гав-гав Гав-гав-гав Танцующая Собака У всех У всех Есть Но не у Собаки У нас Есть У всех Есть Вызбранное Добавить Плейлист Ууу Хатл Поролся Раз Иммортелити Блок Пугает Если бы У меня Прямо Сейчас Был Джин Я Попросил У него Бессмертие А кто бы Не попросил О Но ведь На самом деле Ты не захочешь Быть бессмертным Скажут Псевдо Философы Претензионная Чушь Каждый Хочет жить Вечно Может быть Каждый Заслуживает Жить Вечно Но мы Не можем И поэтому Мы здесь Живем С этим Или Скорее Нет She's Got it А Ну Возможно Я то Песни Мне вообще Сложно Принимать Текстом У меня Как бы Музыкального Слуха Нет Итак Ну пойдем Лягушки Тоже Люди Пророк Я заставил Куб летать Серьезно Это было Круто В этом Новом Мире Есть Много Скрытых Опасностей Я чудом Избежал Смерти Несколько Раз Советы Быть Бдительным Кто знает Что Бывать С теми Кто Часто Не Смотрит Северпотники Сам Сам Сара Ну Тор У него же Тоже Игра В стиме И тут Видимо Надписи Друзей Видны Ты считаешь Что Лягушки Это тоже Люди Интересно Точку Зрения Такой Стильный Терминал Ладно Почитаем Потом Пойдем Рассказывать Он просто Вначале Думал Может Пойти Поразгад Потом Почитать Но Блин Потом Я забуду Про этот Терминал Он же Не будет Пищать Давайте Мутейшн Роль Блин Так Много Роль Мутации В эволюции Крайне Интересна Мутация Это по сути Ошибка В центральной Базе Данных Организма Переменная Меняется Часть Информации Случайно Удваивается Или Объединяется С другой Зачастую Результат Может быть Плачевен Или Эквивалентен Ошибке Приводя К самым Разным Последствиям Начиная От незначительных Проблем И заканчивая Полным Завершением Работы Системы То есть Смерти Но Иногда Новая Информация Является Функциональной Давая Организму Преимущество Против Проблем С которыми Он Сталкивается В результате Чего Эта Способность Имеет Гораздо Больше Шансов Быть Переденной Следующему Поколению Если Задуматься Над тем Насколько Невероятно Полезная Мутация И сколько Времени Нужно Для распространения Такой Мутации То этот Процесс Может Дать нам Удивительное Понимание Генетической Истории Любого Живого Организма Одновременно Очень важно Понять Насколько Важную роль В эволюции Самой Жизни Сыграли Случайные Ошибки Тот же Самый Процесс Который Сгубил Столько Из нас Зачастую Крайне Ужасным Способом Также Отвечает И за Само Наше Существование Капасити Емэль От Тревора Донована Александре Дренон Тема Мощности Иэль Да Не стоит Беспокоиться Иэль Не только Непомерно Быстрый Но в нем Также Невыразимо Много Места Даже При размещении Полной Копии Архива Он Полностью Сможет Обрабатывать Все данные Вашего Проекта При условии Именно такой Как вы и сказали Думаю Нехучий Вариант Развития Событий Века Это ведь Должно Этого Должно Хватить Правда Правда Трев Эволюшн Избранная Джорджа Джеймсона Один из Распространенных Заблуждений Одним Ее Относительно Эволюции Иногда Случайно Ошибочно Продвигаемого Людьми Является Утверждение Что этот Активный Процесс Иногда Термин Эволюционировать Применяется Даже для Отдельных Существ Как будто Какая-то Невидимая Сила Заставляет Их Внезапно Меняться Но Соль В том Что Индивидуум И не Развивается Термин Эволюция Описывает Долгий Процесс Который Можно Облюдать На Примере Всего Населения В течение Времени В следствии Например В ответ На Вызов Или Внешнюю Угрозу Если У человека Есть Признак Который Позволяет Ему Справляться С этой Затачив Виктория Других То По всей Вероятности Эта Информация Следует Передать Его Потомкам Эта Информация Дает Им Преимущество Так Что Со Временем Они Становятся Доминирующей Модель Даного Вида Любы Люди Испытывают Незначительные Генетические Изменения В течение Жизни Но Каждая Из них Являет Часть Эволюции Видов Это В принципе Довольно Таки Капитанская Информация Кто Хоть Немного Этим Интересовался Он И так Знает Ладно Раз То Что Пришли Давайте Зайдем Кое Что О Звездах Ага Звездочка Тут Красная Понятно Это Не Отсюда Блять Понятно Что Ну так Тоже Ну Чуть Чуть Нехват Так Бол А Если Другой Ракурс А Разницы Не Будет Да Что 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 Я Не Я Не Понял Я Не Понял А Что Делать То Есть Я Могу Скажем Подпереть Да Вот Этой Штукой Ну Как Что Она Не Достанет Таким Образом Да То есть Это Вообще Как Что Что Странно Может Сюда Потом Да Не Вот Обычно А Простые Сиделы Можно Взять Сразу Без Как Либо Сиделы А, ну все, так хватит Должно хватить, да, времени? Ясно Далее Так, я просто смотрю, может где-то еще какие-то надписи там, что-нибудь почитать Хотя мы достаточно уже почитали Окно через дверь Ага, вот он, Сигил А звездочка тут одна, так что можно больше звездочку не искать Но вот эта красная штука для звездочки Возможно Окно через дверь Так, еще один коннектор Так Сейчас разберемся Ну, допустим, вот так Стоп, а где там второй-то был? Ну и допустим, вот так Я просто этого не понимаю Я думал, что добьюсь здесь успеха Но, честно говоря, это такая неблагодарная задача Если сравнивать с другими Так, ну хорошо, мы можем это открыть А, не, мы не можем этого открыть Ну, по крайней мере, надо через вот эту дверь Окно через дверь Вот почему окно через дверь называется Так, как-то там она неправильно стоит Так, как-то там после дверь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, у нас есть два коннектора... Один распускатель... И два приемника... Так, допустим... Пока выглядит просто... Так, нам нужно как-то освободить... Один... Стоп, а как ты сделал... А... Только нам красный сейчас будет мешать... А мы красный можем обойти... О... Ну это было легко... Через забор... О, так уже было через забор... Так она называлась одна... Ага... А обратно как? Лол... Лол... Сломали... Загнал себя в тупик... Короче... Сломали... Сломали... Ну это тоже... Сломали... 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 Не хочу я их зажимать... Убери... Это что такое? Сломали... А... Вот это я их давно хотел оставить... Дорога смерти... Так... Лесенка какая-то... Ого... Да вы что прикалываетесь? Да вы что прикалываетесь? Дорога смерти... Легушки тоже люди... Эпитафия... Здесь прекращена работа... Чилд программ... Коднейм Самсара... Ооо... Это тот который писал там все... Причина истекло... Время программы... Окончательный дам памяти... Но я же только... Я застрял... Что я должен был? Я вижу... Я вижу облака... Дочерней программы... Серия Самсара... Версия 72.2... Ну то было версия 72.1... Так... Ну я понял... Ну я понял... Ну это удаляй удаляй... Ну это удаляй... Блин, чё это, нет, короче, это какая-то ж не агустар Блин, не, наверное, не так, да, как-то, по-другому Подожди, но не вот так же, да? Не, ну мало ли там, другу поролись Ну ладно, пока бы посмотрю А, стоп Не так, не так, не так, всё-всё-всё Забыл про это, просто Пусть Ты чё? Стой! Поролся Во времена твоих предков были те, кто не пошёл по пути веры Не нужно бояться их призраков, бойся лишь того, что можешь стать подобен им А как ты решал, мне просто интересно Расскажи, пророк, пожалуйста, мне просто интересно Я не представляю, как можно по-другому решить Ну ладно, ладно Мы тут всё собрали, даже звёздочка Нормально Это легально, спрашивают Ты чё, опять? Снова привета, проверяю твои ответы на соответствие архива библиотеки Для того, чтобы помочь тебе в дальнейшем, мне нужна дополнительная информация Скажи мне, пожалуйста, в чём, по-твоему, заключается разница между булыжником и деревом? Дерево является живым А теперь, какова относительная разница между деревом и лягушкой? Ну, я не знаю, лягушка имеет сознание? Это чушь Лягушка не имеет сознания У неё только рефлексы и инстинкты Да, она одушевлённая, но такого ответа нету Зелёные, а не оба Ну, листва-то у дерева зелёные Ну, блин, тут нету правильного ответа Ну, блин, правильный ответ — лягушка одушевлённая Ну, что же... Ну, не знаю, отвечу, имеется знание Может быть, это кривой перевод такой? Может, это кривой перевод просто? Ну, отвечу, короче, имеется знание, но... Деревья тоже вкусные бывают, да? Ладно, мы уже ближе к цели Давай-ка теперь попробуем кое-что посложнее Какая разница между лягушкой и тобой? Что делает тебя человеком? Я падаю самосознанием На такой ответ я также рассчитывал Проверка юзер-проф выполнена Хотя я не уверен, что это относится С определением человека, который ты дал ранее Тем не менее, не следует бояться Сомневаться в своих предположениях Ведь это интеллектуальный инстинкт выживания Мне приятно смотреть, как ты приспосабливаешь Свои идеи к своему окружению Давай подведем итог Я думаю, мы можем сделать два предварительных вывода Человек должен быть рациональным и иметь самосознание Человек должен уметь осознавать Вот что я предполагаю сделать, чтобы помочь решить твою проблему Задать вопрос, относятся ли эти утверждения к тебе на самом деле А осознаешь ли ты сам себя? Ты можешь дать разумное объяснение своему существованию Но на этот вопрос ответ нет Что ты можешь дать разумное объяснение своему существованию? Но на этот вопрос ответ нет Осознаешь ли ты сам себя? Да Как можно один ответ дать на все эти вопросы? А, или на вот эти два А, или на вот эти два Человек должен быть рациональным и иметь самосознание И человек должен уметь осознавать Но это да Я склонен согласиться с тобой Хотя твои ответы до сих пор были немного эксцентричными Я покорно признаю, что ты прав Вопрос о самосознании кажется довольно туманным Что такое сознание, на твой взгляд? Так, сейчас подумаю, что ответит Сознание чувствует разум Ну нет Сознание это то, что отличает нас от животных Ну да, но это какой-то такой абстрактный ответ Википедия в чате Сознание состояния психической жизни индивида Выражающегося в субъективной переживаемости Событий внешнего мира и жизни самого индивида Также в отчете об этих событиях Ну ладно, чувство и разум Наверное, самый такой адекватный ответ Это как раз-таки субъективный Чувство это как раз-таки субъективная переживаемость Ну ладно Вряд ли это ответ на вопрос Что это такое в обычных условиях Могу ли я дотронуться до этого Из чего оно сделано Сознание это сложная функциональная система Этот ответ тоже, конечно, интересный Но я думаю, все-таки сложная функциональная система Да Интересно размышления Знаешь, похоже, ты делаешь успехи Мы с тобой пройдем программу сертификации В два счета А пока я обдумаю твое предложение И дам тебе знать Если приду к какому-нибудь заключению А, так Это мы читаем Что, первый уровень выполнен в этом мире Полностью причем Так, посмотрим, сколько у нас не хватает А, все, хватает Тетрис Что-то не так Какой-то вентилятор Так А, вот тут вентилятор нужен, кстати Так, три желтых Одна красная И звездочка Я вижу все Я знаю все Моя сила безгранична Однако, следуй своим желаниям Ибо ты создан свободным Именно это Самая суть твоего существования Без нее испытания этого мира Были бы бессмысленными Поиск спасения Должен стать Твоим выбором Так, ну по крайней мере Мы на земле Или на имитации земли Потому что луна Мне снятся одни и те же сны Огромные пустые города Километры затихших дорог Земля из космоса Абсолютно темная Не лучик и света Который показал бы мне дорогу домой Но если бы кто-нибудь и правда пришел из другого мира Какой бы им показалась земля? Дикой? Заброшенной? Не думаю Даже через тысячи лет Они бы увидели мир Созданный нашими руками Во всем его многообразии Они бы увидели города и дороги Мосты и гавани И тогда они бы сказали Здесь жили гиганты Эти сны Они пугают меня Но еще они напоминают мне Что все это Построили мы Ну Тор Я же говорю На земле Или на имитации земли Полет на луну Называется Это локация Мосты и гавани Мосты и гавани Мосты и гавани И что это там дает Это жесть Сильная турбина Что кубикой меня подняла Ничего себе Интересный вид Отсюда открывается Ну я понял Понятно 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 И пять кубиков поднимает Припотит ачивка Ну это такие ачивки Которые даются просто за прохождение То есть они как бы Это не является достижением Каким-то Просто Просто этап Очередной игры Раз на потом Попадем в желтую Человек на луне Так Это че такое Что за механизм такой А Ой Игра за Прекращена работа программы Таос Что Блин Короче The game did not shut down successfully Do you want start and save mode Нет Надеюсь Там автосейв Все дела Нормально Ничего не повредилось Ну да Мы даже в той же комнате Ну хорошо мы можем прикрепить фтериатор А какой смысл этого не делать изначально Я не очень понимаю Ну то есть какой смысл что он здесь не стоит А типа Места для вентиляторов больше чем самих вентиляторов что ли Типа выбор куда мы закинем катапульты Здесь мы закинем его в стену А здесь мы закинем его в стену А мы можем в себя закинуть Нормально Только что нам это дает Непонятно Мы не можем себя с кубиком туда закинуть Или можем Стоп А сам вентилятор может быть кнопкой А ну это языкатка тогда Так что у нас Где там следующее Вот там наверху Так мы еще звездочку не нашли А наверное где красная там звездочка Гробница Окей я понял что мне нужно собирать эти сигилы Я просто не понимаю зачем Конечно голос мне это настойчиво говорит Но в этом мире В этом его мире нет никакого смысла Ни каких целей Ни каких предпосылок для их появления Я уверен что мы найдем все ответы Если хорошенько поищем Мы должны вместе поработать над этим Шип Только у меня нету ни одного этого коннектора А ну наверно там есть А ну наверно там есть Да Так Ну это все меняет Еще один коннектор Это просто Я думал красный Я думал красный Могут пересекаться Этой стройкой И кстати водочки там не было Так здесь я был Что осталось красное что ли Да осталось только красное Да она вон там да вроде Тогда получается действительно в красной звездочкой Либо я вообще ее не нашел Возвышенность Возвышенность Ооо тут большая локация Так у меня есть два отключателя Два отключателя Ооо там кстати наверное звездочка да По любому Или нет Или там сам сидел Ну че надо осматривать А стоп Тут еще защитный экран Допустим деактивируем вот эту дверь И допустим деактивируем вот эту дверь И что же мы получим Еще один деактиватор А Ну допустим деактивируем вот эту дверь Так ключи получили Использовали ключи Оп Эпитафия Здесь приключена работа Чилд программ версии 10.6 Коднейм Один в фейс Причина Поклонялся дворцу Н дней Затем Впустил змею В свое сердце Накончательный дам памяти Прошу дворца прощения Дабы присоединиться к нему в вечной памяти Зачерние программы Самсара Шип А собака Самсара Шип Полагаю кто-то встретил здесь свой конец Скажется что мы все так или иначе связаны Словно дальние родственники Разные версии Разные серии Кто же мы такие Шип Какая разница Просто скажи спасибо Что нам больше не придется ничего читать О нашем великом творце Зе Грик Так А если это деактивировать А то нифига практически не дает Хотя Хотя Может что-то Ну да Все Надо ее сверху деактивировать Эту штуку Тогда мы можем деактивировать Вон ту штуку После этого Обратно деактивировать Вон ту штуку Стоп Ага И нифига Да Или А не 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 У меня же одна лишняя Теперь деактивировать Вон ту штуку А мы тут не пройдем Да Нас Забомбит Да Интересно Говорит То есть нам нужно Одну бомбу Как-то отключить Ааа Нам ее нужно Не отключить А рассинхрон Сделать Блин Вот я затупил А отсюда попадем А хрен там Да Вот и все Теперь должно Все нормально Пойти Просто теперь Откручим Обратно Ту дверь Чтоб пройти И все Можем сейчас Проскочить Мимо этих двух Рассинхронных Бомб Рассинхронизированных Тут еще две Ну блин Ну что ж Надо было об этом сразу подумать Тут Пригодня Тут Пригодня Стоп Стоп Так нам еще и дверь Нужно Эту Хех Так нам еще и дверь Нужно Эту Открыть Чё-то я тогда Не совсем Понял У нас на пути Четыре двери А может мы через окно Можем забрать По-моему мы через окно Не можем забрать Сейчас проверим Ну типа Деактиватор Забрать через окно И потом Использовать На четвертой двери По-моему Такая фишка Не прокатит Да Не прокатит Вот тяну Вдаляй Что-все Сначала Ой Жесть Какая жесть Не ну в смысле Ну просто Блин Заново Надо сразу Просто рассинхрон Сделать А не будет Только бегать Нет И все-таки Я не понимаю Как мне Четыре двери Открыть Ладно Сейчас разберемся Продолжение следует... Так, думаю, достаточно их просто сунхронил. Ну ладно, если представить, что одна из верхних по-любому должна открывать ту дверь, тогда у нас остается две штуки. Можем ли мы обойтись без открытия, допустим, вот этой двери? Или как-то схитрить? Может перепрыгнуть к чему-нибудь можно? Хм. Нет, как-то непонятно Все равно нам нужно А-а-а Тьфу, одно Все понятно Допер, да Допер, да Фух, но среди звездочки тут нету, кстати А где-то звездочка Мы же не взяли тут звездочку Где-то табличка Звездочку тут не взяли Так, тут у нас есть источники Звездочек тут нету Пум-пум-пум, так Тупо, это что за кубик? Так, где, скажи Это же не подсказка, как взять Просто можно сказать, экономия времени, я думаю Найти-то найду наверно Угрыбниться Ну как раз тут Только где-то мог пропустить А, она сбросилась, да? Да ладно, а где я тут пропустить-то мог Тут негде пропускать Тут негде пропускать И где-то тут пропускает Ну вот я могу по всей гробнице сейчас ходить Не верю, тут какой-то закрытой стены Или чего-то Каких-то скрытых проходов Тут же нет такой темы, типа там Стенку потыкать, там она откроется Тут все такое, все логично Так что нет Не вгробнется Кстати, можно даже открыть все двери Открывает стену Ну включить все красные мы по-моему не можем Никак Ну то есть, чтобы без деактиватора Обойтись Коннектором Так, ну скорее всего это не в этой комнате Не вредит Не вредит Не вредит Блин, что-то пока не представляю Коннектор, давайте искать коннектор Ну в этой комнате ничего нет Ну не знаю, мне почему-то кажется не может быть такого микро, что прям там какой-то пиксель искать Продолжение следует... Ну я думал об этом, только что-то непонятно мне может как-то сделать Может просто ту красную запитать? Каким-то образом... У меня теперь коннектор с другой стороны, но изначально не мог быть с этой стороны Ой, коннектор, ну так понял, деактиватор Он, кстати, клюнова поставил... Субтитры сделал DimaTorzok Не, не хватает, уже два коннектора, да? Хотя, если с другой стороны, мне по-моему все равно не хватает Извне... Так, ну если извне, то только напротив А напротив у нас нету Потому что боковые... Потому что боковые, по-моему... Да, боковые никак, потому что там закрывают Значит нет, значит не извне... А, вот это вот может... Не, все равно, они слишком сбоку, там никак... Извне исключаются... Летающая... Точно... 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 Ну, по-моему, все равно это ничего не дает Да, тут слишком вход глубокий... Нет, тут слишком вход глубокий, тут это вообще ничего не даст Так, а где наш этот... Дисконнектор? Может все-таки с этой стороны... Не, с этой стороны... Так, ну... Там, как-то не может случиться... Так, да? Там,், Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ладно мы опять за звёздочкой гоняемся короче надо выходить отсюда в принципе не выйти нормально все выходим отсюда только терминал почитаю вот о чём я размышлял пока ты выполнял приказы ты говоришь что сознание является своего рода функциональной системой разложи сущность в правильном порядке без сознания мотива сущность в правильном порядке без сознания мотива на словах всё это кажется убедительным но если важно то что оно делает а не то из чего он состоит то можем ли мы с тобой выпустить ряд жестянок на конвейер которые по твоему определению имеются знания да пока странная идея я пришлю тебе уведомления когда дорожные знаки поднимут бунт и всё же серьёзно способны ли приливы и экосистема на ощущение хоть какая-нибудь организованная система смешно мне приятно слышать что у него все подряд не занимайся я знаю что лукавый бьется меж скрытых слов его мудрость пуста и рождена из отчаяния не дай ему заманить тебя в свою паутину обмана верь в меня и его ничтожные иллюзии исчезнут как кошмар исчезает в свете утренней зари о чём он бормочет я вообще не понял так я не успел прочитать ну ладно чё там любой разумный наблюдатель ведь ты выбрал меньший из зол как сознание может быть так хорошо знакомо тебе и так мало понятно я просто не понимаю не обращай на него внимания он просто боится что если ты будешь задавать слишком много вопросов то начнешь видеть его уловки насквозь держись меня и предел твоих возможностей будет так же далек как небо буквально в смысле в любом случае я бы хотел чтобы ты подумал обо всем этом еще немного а потом вернулся ко мне я уверен что все еще можно добиться успеха saints magic хотя термин наука в привычном нам смысле появился всего около 600 лет назад ее сущность зародилась намного раньше названия существуют доказательства того что до аристотеля существовали гадалки оракулы мистики и тому подобное которые возможно использовали базовые научные методы чтобы предсказывать будущее удивлять своих благодетелей есть одна занимательная история о хироманте который раскрыл себя когда два самостоятельных клиента сравнили свои предсказания и обнаружили что они идентичны в 1948 году тенденция открывать глубокий личностный смысл в туманных описаниях с авторитетными высказаниями получила название эффект барн барнума сегодня его признают все современные адепты психологической теории weight loss 722 блок о потере веса последняя запись о есть только одна вещь которая хороша при неизбежной смерти это еда да детка я начну пробовать всю самую нездоровую пищу что только есть в мире порадую свой животик бананами как сумасшедшая мартышка на обезьяне в рождестве а знаете те кексы в которых так много шоколада что они практически тают во рту их я пущу на завтрак а на обед гамбургеры и хочу я хочу съесть такие жирные гамбургеры что ими можно было бы смазать целую фабрику тройные гамбургеры с беконом двойным сыром и луком майонезом кетчупом и горчицей а также огромные сочные пирожки а потом жирная толстая пицца с салями соусом барбекю оливками острым перчиком и сметаной пищевая кома я лечу к тебе тоже чуть-чуть написал Аркадий журнал 81 81 Восхищен проектом Дренан прекрасный разговор касательно принципа Талоса греческой философии и актуальности в текущей ситуации предложил назвать проект Талос Дренан отказалась но ими похоже пользуется популярностью у команды десятки тысяч файлов приходят каждый час вся наша история ну что ж у нас еще есть третья четвертая пятая шестое седьмое забаррикадированная и звездочек которая состоит вот вот но я думаю что на сегодня хватит уже довольно много сегодня выполнили так ну я так понимаю когда мы сюда перешли то все сохранилось так вот на всякий случай нет сохранения ну вероятно все вот ну на этом стрим заканчивается да пророк можешь идти стримить всем спасибо что смотрели ну как обычно вопросы, пожелания, замечания, предложения можно писать в чат все увидимся на следующем стриме спасибо Продолжение следует...